Статистика неумолима. Каждая десятая женщина в России курит, а 50-60% мужчин – заядлые курильщики. И все это происходит, несмотря на то, что многие прекрасно осознают, какой вред своему здоровью наносят курение. Заболевание, которым приводит курение, ежегодно убивает около миллиона жителей России. К счастью, среди опрошенных нами горожан оказалось достаточное количество тех, кто не курит, а точнее бросил. Курил я, так скажем, покуривал с конца 11 класса. До сегодняшнего момента это прошло уже порядка 7 лет. Вот так периодически весь этот период. То часто, то не часто курил. Бросил я где-то окончательно около трех месяцев назад. На Бака учился, там просто, ну, однокрупники баловались, тоже курили с ними, иногда так выходил. А так, как перестал учиться на работу, устроился, все. Я только в армии курил. А сейчас не курю. Ну, курю, знаете, когда курю бывает. Вот на охоте я охотник-рыбак, вот там бывает я сигаретку затяну одну тебе. А так дома что-то. Такая вот у меня натура. Жительница нашего города Раиса Ивановна рассказывает, что у нее двое детей. Одному 45 лет, другому 50. И они никогда не курили, а муж давно бросил. Поэтому она очень переживает за тех, кто курит, особенно за молодежь. Вот уже сына старшему 50 лет, даже в рот не брал. Вот так. И я за, чтобы никто не курил. Особенно дети. Вот я рядом живу со школой. Как перемена, все девочки лет 12 курят. Я не знаю, что смотрю, родители или учителя хоть бы раз вышли, уйдут за магазин. Смотришь, как-то это скотруба. Девочки. Девочки? Уж не говоря о мальчиках. Как сейчас живут, я не знаю. Динара Абдулина к тому, что люди курят, относится спокойно. Ведь это осознанный выбор каждого человека. Муж у Динары тоже входит в число курильщиков. Мы что-то как-то не задумывались. Не знаю. Ну, он так-то думает, конечно, на бросить, но не знаю. Мне как-то это, правда, не мешает то, что он курит. Конечно, желательно бы, что бросил. Я знаю, что это плохо, конечно. Хотелось бы не курить, конечно. И хотелось бы спортом заниматься. А когда-нибудь пробовали бросить? Пробовал, но не получалось. Нашим респондентам задаем вопрос, трудно ли бросить курить, и что для этого, на их взгляд, нужно сделать. Как боролся. Было до этого множество попыток. Кто-то даже, по-моему, сказал, бросить курить легко, а делать миллион раз. Вот у меня было примерно то же самое. Но в итоге как-то построил такой фундамент и, отталкиваясь от него, принял четкое, обоснованное решение бросить курить. И нисколько не жалею. Никакой не было тяги опять начать курить. Как во многих говорится, источниках получения информации, бросить курить легко, это правда. Со стажем очень трудно. Я вот смотрю на людей, ну, тяжело бросают. Какие-то таблетки покупают, ну, мало чего помогают. Надо силу воли как бы иметь хорошую. Муж курил, помолвился, потом бросил. Даже запах потом не стал переносить. Он кашлял, флюорографию проходил, и ему сказали, бросить курить, а то все легкие черные. Он не знает страха. В этот же день бросил, и таблетки какие-то ему там удалили. Он ни одной таблетки не принял и бросил курить. Вот верите? Нет. И не курил. Я вот сколько своих знаю, ребят, друзей, поработать надо еще. Тяжело его не бросает курить. Ну, тяжело. Когда уже приспичит, я понял, тогда бросает. Здоровье. А так редко я видел, что бросали у кого. Еще здоровье крепенькое. Стимул какой-то должен быть. А какой стимул может стать? Ну, такой, чтобы он как бы был сильнее, чем курение, этот стимул. Чтобы тянуло там к чему-то другому, а не к сигаретам. Ну, это все. Вы пока этот стимул не придумали для себя. Ну да, можно так сказать. Ну, ищу. Думаю, найду. Думаю, все впереди. Так что, исходя из ответов, что мы услышали, делаем вывод. Курение – привычка, от которой избавиться далеко не всегда просто. Проще не начинать. А если начали, то скорее бросать. Пока сильно не привыкли. А если сильно привыкли, то верить в то, что у вас обязательно получится отказаться от курения, и вы сделаете это легко. Екатерина Соломатина, Денис Тихонов. Новости.